Приветствую вас. Хочу вам рассказать о своем видении ситуации, о которых вы описали. Поделиться своими впечатлениями о них. Когда я читал ваш текст, и я надеюсь, что это не покажется вам странным, у меня возникло чувство такой достаточно сильной обиды. Мне дошли за вас, когда вы говорили, когда вы сказали про то, что жили в гражданском браке с человеком. Мне кажется, что здесь вы начали себя обманывать. Ну скорее всего, вы начали здесь себя предавать и как-то идти в обход с того, что вы чувствуете. Потому что гражданский брак это иллюзия. Иллюзия сожительства. Когда люди сожительствуют, но стыдятся назвать это так. И если люди стыдятся называть это так, то люди скорее всего себя обманывают и скорее всего они сами с собой не честны. Как, наверное, не честны с собой вы. Не потому что вы хотите себя обманывать, а потому что, по-видимому, вероятно. Вы и не привыкли быть с собой честны. У-у-у-у-у-о-у-от, эм... К сожалению. Поэтому, ну, такой вот момент, как мне кажется, на это стоит обратить ваше внимание, потому что это важно. Следующее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это на то, что когда человек себя, ну, обманывает, когда человек с собой нечистен. По мой взгляд, человек себя предает и внешне, внешне из-за этого может казаться, что человек себя обесценивает. Ну, собственно, стои и... ... 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 я понимаю, что он вам рассказал, что вы никто в его думе, и это, конечно, было очень больно. Я не знаю, что это, что вы обманываете себя, или обманываете себя, теперь уже, Условно говоря, в глазах другого человека. И, вероятно, это было еще полнее для вас. И, вероятно, это было не просто больно, но и неожиданно для вас. Что, как мне кажется, способствовало тому, что вы отреагировали разрушить контактные отношения. А у человека тут сложилось такое впечатление, что вы бы в нём не можете. Вот. У человека сложилось такое впечатление, что вы в нём человека, который очень сильно нуждается. И отсюда такая вот его позиция, связанная с тем, что он предлагает вам встречаться для удовольствия. Вот. Хотя, понятное дело, что здесь может быть и другой, конечно, подтекст. подтекст, например, может быть таков, что человек, в принципе, не готов к отношениям сейчас. Да? Вот. Но... И предлагает ли для себя самый удобный вариант? Ну, лично я склоняюсь к первому, потому что вы себя так в отношениях поставили, к сожалению, довольно невыгодным позициям. Вот. Дальше. Пользуется ли он вам? Я не знаю, как и не знает ни один психолог, психотерапевт. Вот. Это может узнать только вы. Даже он этого не знает. Потому что пользуется им или нет, может знать только тот, кем пользуется. К счастью, да? К сожалению. Но это работает именно так. Ведь то, что для одного человека использование для другого человека абсолютно нормальные вещи. то, что для одного человека користь, для другого человека норма. То есть для одного человека аморальность и, так сказать, переступление черты, для другого человека действие в порядке вещей. Поэтому только вам можно определить самой, пользуется ли вам человек. То есть вы сами можете это определить. Как? По своим ощущениям. Правило, когда нами пользуются, мы чувствуем, что делая то, чем нами пользуются, мы придаём себя. Мы делаем что-то, что нам придаёт. Вот. Но, как правило, там есть, ну, скажем, в кавычках, в кавычках именно, я хочу это особенно подчеркнуть, есть уважительные причины, причины, по которым мы это делаем. Надо сказать, что уважительные причины, они есть всегда. 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 Существуют уважительные, уважительные причины, всегда. Вот. Ну, это, как вы, я надеюсь, понимаете, да, совершенно не повод, а не повод позволять себе, позволять собой пользоваться, я бы так сказать. Поэтому мне остаётся только надеяться на то, что вы либо сами, либо с помощью психолога, вот, сможете ответить себе на свой вопрос, вот, либо сами, либо с помощью психолога вы сможете поисследовать этот момент, вот. Потому что это довольно важно, вот. следующее, следующее, о чём я хочу сказать вам. Значит, вы пишите, после первой, после второй встречи, я сказал ему, он перестал писать мне, не знаю, как себя вести. Ну, я бы, наверное, в начале бы отметил то, что ваша встреча всё-таки состоялась, и не совсем понятно, да, чего вы ожидали от этой встречи, чего вы хотели, вот. На что рассчитывали, надеялись, что человек передумает, надеялись, что человек всё-таки не для удовольствия там встречается. То есть здесь, мне кажется, вы, ну, в какой-то степени, опять же, себя предаёте. То есть, эээ, не соглашаясь внутренне. На, эээ, вот, встречи ради удовольствия, да, не соглашаясь внутренне, вы всё равно встречаетесь. А потом испытывает, ну, условно говоря, разочарование, конечно, что естественно, вот, и испытывает разочарование вам потом. Понял. Вот. А для человека вы просто непостоянный, непостоянный партнер, который меняет своё мнение. Не знаю, как себя вести. Скажите, а вот это вот, не знаю, как себя вести, оно из чего состоит? Не знаю, как себя вести. Это, боюсь вести себя. Не хочу результатов, эээ, которые, ну, не хочу, не хочу результатов, эээ, которые могут быть в, эээ, эээ, ну, которые у вас есть, да? Вот. Или что? Вот. То есть, мне кажется, вам нужно это преследовать. Вот. Такой вот момент. То есть, эээ, вообще не знаю, оно состоит из, эээ, какого конфликт-конфликта. Вот. Это то, на что вам нужно обратить внимание. Думаю, что если вы посвятите себе время и разберётесь в себе, то ситуация, в том числе и с молодым человеком, станет для вас куда более понятней и естественней, чем она, эээ, есть сейчас, сейчас. Ну, а вы сможете получить больше, эээ, управления тем, что происходит в вашей жизни. Эээ, отдельным пунктом хочу отметить, ээ, возможность права из-за расставания к тому, как с человеком вы встречались достаточно долго и, вероятно, вы к нему привыкли. Ну, не вероятно, а совершенно. Точно очевидно, что вы к нему привыкли. К человеку, я имею в виду, конечно же. Вот. И, как бы, ну, то, что вы к нему привыкли, это абсолютно нормально. И то, что вам больно, то, что вы сейчас в таком вот неком разрае находитесь, это, как мне кажется, тоже вполне себе нормально. Чтобы только принять вот это, вот то, что это нормально. Не бороться с этим, а наоборот проживать. Выражать это. Тогда мне кажется, что ситуация была бы гораздо для вас, эээ, скажем так, экологичнее, гораздо ресурснее, гораздо полезнее, гораздо, ну, развиваешься экологичнее, интереснее и так далее. Вот, вот. Эээ. Эээ. Эээ, на этом все, я надеюсь, что помог вам, вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Также надеюсь, что мой ответ дал вам почву для размышлений, писать для размышлений, которые в свою очередь приведет к формированию у вас обратной связи, что может послужить началом работы над собой.